Угроза ликвидации, отсутствие заказов, постоянной задержки по выплате зарплаты, трёхдневная рабочая неделя, трёхмесячный неоплачиваемый отпуск ввиду отсутствия достаточной загрузки предприятия. 88-й центральный авторемонтный завод прошёл практически все круги ада, перед тем, как в 2006 году генеральным директором был назначен Андрей Яковлев. Уже спустя 9 лет, в 2015-м, он передал завод новому руководству без долгов и задержек по зарплате, а сам пошёл под арест. Имущество завода распродаётся. Легендарная полуторка 88-го царза уже пошла с молотка. Андрею Яковлеву суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. Такой внушительный срок возмутил многих. Адвокат Яковлева уверен, доводы следствия не более чем фантастика. Всё, что могло бы хоть как-то оправдать Андрея Геннадьевича, оно было представителям Фемиды неугодно. Неугодно? Вам просто отказали? Просто отказали. Суд полагает достаточным тех доказательств, которые представило обвинение. Это основная мотивировка практически всех отказов, которые мы слышали в заседании. Суд полагает, нет необходимости. Суд полагает того, что представило обвинение достаточно. Уходит достаточно каких-то абсурдных предположений следователя для того, чтобы человека на 18 лет изолировать от общества. За что такой огромный срок? Почему после снятия с должности Яковлева многие рабочие покинули предприятие? Кому выгодно обанкротить и распродать приносивший прибыль завод? Смотрите на ЗАПТВ в выпусках новостей.